За 10 лет хор от всей души стал настоящим символом горок Ленинских. Практически ни одно мероприятие в поселении не обходится без участия коллектива. Хор также выступает как на районных праздниках, так и выезжает с концертами за пределом муниципалитета. 10 лет мы поем. Дружный коллектив очень, возраст разный очень. И что вам хочу сказать, почему от всей души, потому что уже такое время хочется, в это трудное время хочется всем как-то отдать частичку своей души. Иначе и песни нет, когда нет души. Именно Татьяна Кормакова была одним из инициаторов создания хора. При поддержке Александра Котова, который на тот момент был главой горкинского поселения, было подобрано помещение для репетиций и сшиты первые костюмы. История творческого коллектива началась 31 января 2007 года на первом занятии под руководством Валентины Галинской. В наш хор мы принимаем всех. Главное, чтобы душа пела и было желание. И кроме того, люди приходят сюда не только за тем, чтобы петь, но еще и за общением. Праздничный концерт по случаю десятилетия начался с поздравления от имени главы Ленинского района Олега Хромова. Участники были награждены грамотами и памятными подарками. Вы такие замечательные. Желаю, чтобы в будущем, в дальнейшем, Латина Дмитриевна обязательно защитили звание народный коллектив. Обязательно. На концерт пришли друзья, родственники и просто любители хороших песен. С хором знакомы со дня его создания. Очень нравится выступление хора, очень нравится та система, которой у нас живут наши поколения старшие. В репертуаре коллектива есть как народные песни, так и композиции из советских кинофильмов. Кроме песен на концерте звучали стихи в исполнении авторов. Также в этот день коллеги из церковного хора при храме первосвятителей московских поднялись на сцену, чтобы поздравить виновников торжества и порадовать собравшихся исполнением некоторых своих произведений. За годы своего существования хор от всей души наладил дружеские связи с оркестром народных инструментов Владимира Глейхмана и многими другими коллективами и ансамблями. А вместе с заслуженной артисткой России Татьяной Филимоновой у хора появилась возможность поработать в жанре русского романца. Участники хора отмечают, что у них большие планы на будущее, которых хватит еще не на одно десятилетие. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.